Всем привет! Сегодня у нас будет обзор растений под названием All Mints, назовем их так, целая группа ментоловых растений. С Filament мы уже знакомились, знакомы с возможностями, а с остальными вооружениями по типу, будем так перечислять, Filament тоже возьмем. Есть также Armament, Reinforcement, Containment и Bombardment. И все это вместе братью возьмем и будем по отдельности уже в том или ином уровне ознакомиться, какие возможности есть у этих ментоловых вооружений. Заходим в локацию Modern Day, тут уже и зомби со всех миров сильные, хотя в частности вот в этой миссии, ну кроме как мини-босса, никого не могу сейчас выделить такого сильного. Зомби с седромом на голове как-то не такой средненький, хотя скажу честно, на фоне всех вооружений, которые мы сейчас взяли, все зомби легкие, назовем это так. Я уже отдаю авансам комплименты этим вооружениям, не знаю на что они способны, но скорее всего способны они решать очень такие большие задачи. Все-таки, как я уже говорил, все вооружения, которые находятся в платном списке, они просто так в этом, можно сказать, в качестве перебывают не так просто. То есть, у них скорее всего, что есть, не скорее всего, а действительно есть силы, которые позволяют справляться абсолютно со всеми противниками. Значит, мы уже, ну тут, хотим-не хотим, взяли лунный цветок. В принципе, неплохое средство для получения денег, но его надо брать, как садить, по 4 куста, для того, чтобы он усиливал, увеличивал доход. И вот, что я еще припоминаю, то, что с планетоном он как-то не очень дает много денег, но скажу так, когда высаживаются два ряда, то без проблем мы получаем нужное количество денег. Мы уже посадили сейчас филоминт с молнии, тут все без сюрпризов, а вот что касается боббардминт, то он как, ну, само название говорит о том, что он начинает взрывать противников. Что касается, это у нас, по-моему, я взял уже, честно говоря, столько ментововых, и оба, ну, скажем так, значит, то, что мы взяли, вот два зеленых растения, reinforcement минт мы сейчас посадили, скорее всего, как он возобновляет силы других ментововых растений, armament простреливает все поле, вот сейчас как раз мы видели эффект. Бомбард мы уже знакомились, ну, филоминт уже знаем, вроде как все рассказал. Очень много растений, это, по-моему, у меня первый такой уровень, когда я взял такое большое количество вооружений, но по-другому, сами посудите, никак. Все вооружения, они бывают, ну, вот в данном случае некоторые вооружения, они друг друга дополняют, поэтому взять все это по отдельности было бы неправильно. Тем временем мы сейчас проходим миссию, почти проходим, остается последний зомби-серфер, который вышел с портала, и вроде бы как все. Все, мы завершили сейчас успешно уровень, ну, и можно подводить итоги. Ну что, брать это все вместе как-то, но даже не интересно, тут пожелания по возможности, уже смотрите сами, но так, если это все на кучу завалить, то быстро все это пройдете. Как-то даже и не успеете моргнуть глазом, то, что мы сейчас и сделали. А сейчас мы получили бонус за то, что вроде бы как-то там энное количество взорвали зомби и получили всякие призы. Прокачивать растения нам уже нет смысла, они уже так прокачаны на 10 уровне. Кстати, достаточно много раз подсказывали, что все вооружения, которые у меня есть, они максимального уровня, и они отличаются по возможности от начальных растений. То есть это не совсем одно и то же. Но все равно, понимая, что это так, даже если мы бы, так сказать, испытывали начальное вооружение, то все равно, я думаю, что свой бы эффект они хорошо бы, скажем так, задействовали для ликвидации зомби. Но так как они у нас прокачаны многократно, то возможно будет такое не совсем корректное обозрение. Но уже как есть, как я говорил, я уже достаточно долго искал какие-то взломы, вот наконец-то мне подвернулся случай его использовать. И вот то, что мы получили, максимальная прокачка всех вооружений, и как следствие мы без проблем справляемся с зомби. Вот, кстати, наверное, надо будет один раз как-то сделать такой обзор просто растений без каких-то усилений, там типа филамент, возьмем тоже молнию, какие-то электрические. И в целом другие вооружения как-то перетисуем колодки для того, чтобы понять, насколько, ну, я помню, какой был эффект от начальных вооружений. И сейчас посмотрим, насколько усилился эффект от прокачки максимального уровня. Посмотрим, как они будут без каких-то специальных возможностей, просто посмотрим их в чистом виде. Сейчас еще раз пройдем уровень следующий, потому что с коротечным как-то закончился, возьмем все то же самое. Я еще посмотрю, может быть, есть какие-то варианты, может быть, что-то интересное возьмем, но возьмем все то же самое. Ничего особо менять не будем, да, и мы и не можем менять, потому что большую часть вооружений составляет ментоловые растения. То, что мы обозревали, это армоминт, реинфорсмент мент, контейн мент и бомбард мент. Еще это все надо запомнить. Еще эта сложность в том, что, получается, мы как обозреваем 5 растений, еще филоминт, но вот 3 из них зеленого цвета. И что какое из себя представляет, какое вооружение, сейчас сказать тяжело. Тем более для меня, потому что я их еще не запомнил. Единственное, что я не взял тут лунный цветок, как-то, ну, не очень это для меня растение подходит. Я люблю как-то, чтобы все это было минимально по стоимости и максимально давало эффект. А то, что нам вот и дает сам гриб. По зомби, по-моему, тут состав немножко посильнее стал. Но мы это не ощутим, потому что растения, как я уже говорил, тут топовая, большая часть вооружения именно из топового состава. Вот, возможно, быки. Быки могут хорошо разгоняться и их надо вовремя останавливать. Мы с этой задачей сейчас успешно справились с помощью бомбардминт. На текущий момент вот такое мое самое, ну, можно сказать, запоминающееся растение. На фоне всех остальных, потому что другие растения имеют характерный такой зеленый оттенок, кроме филоминта. Ну, а бомбардминт с золотой цвет, ни с кем, ни с чем не спутаешь. А зеленый тут еще надо разбираться. Ну, рейнфорсмент мент это как вспомогательное растение, а два других это как такие оборонительные растения. В целом можно уже подтвердить выводы, потому что уже закончился уровень. И могу сказать, что все растения очень ценные. Мы их будем периодически брать. Но уже по отдельности, потому что не будем делать такую кучу. По сути, с двумя мы точно разобрались, а с тремя еще так-сяк будем еще периодически. Их брать на уровне. У нас осталось только лишь на обозрение это уровни battles, как такие соревновательные. Мы будем, конечно же, периодически проходить с обзорами все. Вроде бы все новинки я уже показал, все что мог. И остается только battles. Ну, и конечно, бонусные уровни. Я, кстати, не знаю, будут ли они выходить в будущем. Но я думаю, что будут. Если появляются периодически новые растения и какие-то режимы, то, соответственно, стоит рассчитывать и на бонусные тематические какие-то уровни. Следующую миссию мы уже проходить не будем. Я думаю, что два уровня достаточно для обозрения. И на этом все. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока.